Блокчейн сейчас очень популярен. Но что такое блокчейн? Как он работает? Какие проблемы он решает и как его используют? Как понятно из названия, блокчейн – это цепочка блоков, которая содержит информацию. Термин был описан в 1991 году группой ученых и первоначально предназначался для разметки цифровых документов. Однако данный термин прошел мимо, пока не был приспособлен Сатоши Накамото в 2009 году для создания первой криптовалюты – биткоин. Блокчейн представляет собой децентрализованный глобальный код, полностью открытый для всех. Он имеет одно интересное свойство – однажды записанную в блокчейн информацию невозможно изменить или удалить. Так как же это работает? Давайте рассмотрим блок более подробно. Каждый блок содержит некоторую информацию, свой хэш и хэш предыдущего блока. Информация, хранящаяся в блоке, зависит от типа блокчейна. Например, блокчейн биткоина содержит информацию об отправителе, получателе и количестве монет, которые были отправлены. Блок также имеет свой хэш. Вы можете сравнить хэш с отпечатком пальца. Он идентифицирует блок и все его содержимое и всегда уникален, словно отпечаток пальца. Когда блок создан, сразу вычисляется его хэш. Изменения внутри блока станут причиной изменения его хэша. Другими словами, хэш очень полезен, когда вы хотите обнаружить изменения внутри блока. Если хэш блока изменился, это уже совсем другой блок. Третий элемент внутри каждого блока – это хэш предыдущего блока. Это эффективно создает цепочку блоков и эта технология делает блокчейн безопасным. Давайте рассмотрим пример. У нас есть цепочка из трех блоков. Как вы видите, каждый блок имеет свой хэш и хэш предыдущего блока. Блок номер 3 указывает на блок номер 2. И блок номер 2, в свою очередь, указывает на блок номер 1. Сейчас первый блок немного уникальный. Он не может указать на предыдущий блок, потому что он самый первый. Этот блок называется генезис блок. Допустим, вы подделываете второй блок, и это означает, что хэш блока изменится. Впоследствии, это сделать блок 3 и следующие блоки неверными, так как они больше не содержат правильный хэш предыдущего блока. Поэтому изменения одного блока делают все последующие неверными. Но использование хэша недостаточно для предотвращения поддельных блоков. Сейчас компьютеры очень быстрые и могут высчитывать сотни тысяч хэшей в секунду. Вы можете подделать блок и пересчитать все последующие хэши блоков, чтобы сделать блокчейн опять валидным. Чтобы избежать этого, блокчейн имеет кое-что, называемое Proof of Work. Это механизм, замедляющий создание новых блоков. В случае с биткоином, это занимает около 10 минут для создания нового блока в цепочке. Этот механизм практически исключает возможность подделки блоков. Потому что если вы подделали один блок, вам нужно пересчитать все последующие блоки через Proof of Work. Безопасность блокчейна состоит из креативного использования хэшей и механизма Proof of Work. Но есть еще один путь, который делает блокчейн безопасным от подделывания блоков. Вместо использования центра управления всей цепочкой, блокчейн использует peer-to-peer сеть и любой человек может присоединиться. Когда кто-то присоединяется к сети, он получает полную копию блокчейна. Узел сети может использовать это для проверки, что все в порядке. Давайте посмотрим, что происходит, когда кто-то создает новый блок. Этот блок отправляется всем пользователям в сети. Каждый узел проверяет блок на то, что он не подделан. Если все проверено, каждый узел добавляет этот блок к себе в блокчейн. Все узлы в блокчейне создают согласованность. Они согласны с валидными и невалидными блоками. Подделанные блоки будут устранены другими узлами в этой сети. Чтобы успешно подделать блок в блокчейне, вам необходимо подделать все блоки в цепочке, пройти механизм Proof of Work для каждого блока и иметь доступ к более чем 50% P2P узлам в сети. Только тогда ваш поддельный блок будет принят остальными. Это практически невозможно. Блокчейн постоянно развивается. Одна из важнейших разработок – это создание смарт-контрактов. Смарт-контракты – это простые программы, которые хранятся в блокчейне и могут быть использованы для автоматического обмена монетами, построенных на одном ряде условий. Создание смарт-контрактов привлекло внимание большого количества людей. Скоро данная технология может быть использована для других вещей. Например, для хранения медицинских записей или сбора налогов. Итак, вы знаете, что такое блокчейн, как он работает и какие проблемы решает. Настоятельно рекомендую подписаться на наш канал в Telegram Crypto Insight. Там выкладываются самые свежие и интересные новости из мира криптовалют. Продолжение следует...